всем привет продолжаем гулять по моему маленькому городку петербургу вот мой васильевский остров дом по набережной лейтенанта шмидта 31 особняк у тимана надо сказать что я пользуюсь сведениями сайта city walls википедия и различными интернет-издания которые даже не запоминаю надеюсь что там написано правда так вот земля на которой расположен дом 31 как собственно говоря и вся территория васильевского острова принадлежала когда-то меньшикову в соответствии с указом петра первого здесь строились дома для духовного чина и богатого купечества одним из первых владельцев дом был стрешнев стрешнев василий иванович коммергер императорского дворца сенатор ну кстати ему принадлежал соседний дом который сейчас имеет номер двадцать девять а долгое время на набережной существовала сплошная нумерация домов потомки стрешневых среди которых были бояре стольники окольничьи известные воеводы они прославили свое имя службы российского престола но особенно конечно народ возвысился после вступления в брак с царем михаилом федоровичем романовым евдокии лукьяновы стрешневой в 1787 1794 годах владельцев здания был типограф тридьяковский и при типографии существовал кружок чёных историографов который возглавлял мусин пушкин мусин пушкин русский государственный деятель археограф историк и собиратель рукописей русских древностей член российской академии третий президент академии художеств 11 обер прокурор святейшего синода 1820 годах здание владеет придворный коммердинер парламент в то время фасад лицевой немного соединяется западным флигелем дом приобретает классический образ в 1830 1850 годах дом принадлежал выдающимся физику электротехнику якобы борис семенович борис семенович архитектор строитель физик электротехник трудился в петербурге создал несколько конструкций электрического двигателя сконструировал около десятка видов телеграфных аппаратов занимался исследованию электромагнитов изобрел технику гальванопластики с помощью которой в частности отливались бронзовые скульптуры для интерьеров исаакиевского собора забрел реостат видеогометра создал новой конструкции гальванометра ну и так далее так далее так далее в общем физик электротехник якобы борис семенович жил здесь с 1830 по 1850 год года в этом доме который ему и принадлежал в 1857 году дом приобретает жена купца первой гильдии морган после года проживания архитектор ремерс а это опытный архитектор состоял членом технико-строительного комитета министерства внутренних дел состоял на службу ведомстве императрицы марии в морском министерстве так вот этот архитектор осуществляет перестройку здания и она становится трехэтажным 1886 году уже для нового владельца дома ты мана карл людвиг франц васильевич с эти подданный пруссии основал в санкт-петербурге семейное дело открыл комиссионную контору францу тиман был владельцем российско-американской зиме резиновой мануфактуры треугольник который основал карл фон краускопф деду тимана младшего материнской линии известный петербургский зодчий роберт андреевич гёдеки русских архитектор периода историзма академик и профессор императорской академии художеств так вот он перестраивает здание с изменением фасада в характере эклектики и настраивает лицевой корпус на высоту фриза и карниза надо сказать что у тиман был не только предпринимателем но и знатоком живописи собирательном произведении искусства собрал здесь множество картин известных русских и зарубежных художников который который однажды пожелал сам великий князь владимир и саныч осмотреть президент академии художеств здесь были картины орловского маковского зичи барайковского других русских художников айвазовского ватре гюбера робера стены парадной лестнице украшала роспись известного живописца клейера профессора мастера пейзажной живописи вот как писала петербургская газета петербургский листок в 1902 году начиная с вестибюля на стене которого красуется громадная картина айвазовского и кончая самой маленькой комнаткой все поражает выдержанностью стиля тут и мебель в стиле ренессанса и ампир комнаты в японском вкусе и строго арабском гобелены сакс ковры всех размеров и сортов японские вазы человеческий рост картины европейских знаменитостей в начале двадцатого века утиман решил передать дела и дом своего сыну францу францевичу и вернуться на родину для нового хозяина архитектор мельцер частично перепланировал цокорный этаж увеличил лестничную клетку устроил большой в стиле модерн полукруглый эркер который выходит во двор оформил деревянными резными панелями гостиную третьем этажа ну а 1912 году на втором этаже служебного корпуса было устроено жилье путеман младший женился приобретает соседний дом 29 ремонтирует его обставляет мебелью от известной фирмы мельцер и на уровне второго этажа соединяет изнутри парадной резиденции но собственно говоря все что я нашел кратце об этом доме наверное лейтенанта шмидта 31 сказать что в годы войны в начале 50-х годах в доме находился детский дом очень важно что воспитателям удалось сохранить отделку здания ну а с 57 года дом занимается детской музыкальной школы вот собственно говоря и все то я хотел вам рассказать что я нашел в интернете на сайте city walls википедия об особняке тимана набережной лейтенанта шмидта 31 мой васильевский остров все всем пока всем привет до свидания до новых встреч пока пока